Грабить награбленное. На дачах Януковича и Пшунхи, Сухолучье, это под Киевом, там беглые президенты и генпрокурор частенько охотились. Кто и на сколько миллионов унес, знает Миньямин Трубачев. Сухолучье – одно из любимых мест для отдыха двоих Викторов – Януковича и Пшунхи. В самом сердце природного заповедника для них построили дачи, и сюда государственные мужи приезжали охотиться. Вышками заставили большую часть территории. Когда зверь идет, двигается, он его отсюда расценивает. То есть, чем хороша вышка, тем, что зверь к ней привыкает, и плюс вышка делает, минимизирует, ну так говорить, несчастный случай. Здесь беглые президенты и генпрокурор отстреливали оленей, косуль и кабанчиков. После охоты Янукович отдыхал в этом доме. Сейчас охраны тут нет, и мародеры уже разворовали гараж, пропали все лодки и оружие. За огромной территорией присматривает только несколько егерей. Здесь приезжала прокуратура. С самого начала, как начался беспредел, смотрели, описывали, фотографировали, все, и уехали. А в этом доме жил Пшонка. Его апартаменты разворовали, что называется, подчистую. Пропали драгоценности, картины и вся мебель. Мародеры вынесли даже душевые комнаты и унитазы. Вот шкаф остался. Тут какие-то ручки валяются тоже, недешевые. Что-то разбирали, люстр нет. Вся территория поместья словно после погрома. В зимней беседке поснимали окна вместе с петлями. А в бане на полу разбросаны только веники. Из стен торчат провода. Включатели и розетки тоже были выкручены, разворованы. Со всей другой какой-либо электронной техникой. Общественный активист Ярослав Бондаренко приезжал сюда три месяца назад. Тогда все награбленное Пшонкой было на месте. Сейчас даже фонарные столбы спилены. Это готовилось под вывоз. Это понятно, это логично. Все в одном месте. Плафоны. Вот дальше пройдите тоже, посмотрите. Вот тоже лежат вот эти все плафоны. Вот эта ковка. Может быть это кому-то на дачу готовилось, на продажу. Может быть это готовилось на металлолом. Но кто все украл, неизвестно. Вызывают милицию, чтобы задокументировать факт кражи. Вы из меня зрозумеете, я говорю, працанник милиции, я не маю права заходить. У нас есть криминальным кодексом предбачена 162 статья. Наверное, часть 2, которая предбачает, что працанники милиции, службовые особи, проникнуть, оглядать, обстеживать без дозвола, они не имеют права. Проще говоря, чтобы милиция открыла уголовное производство и начала расследование, нужно обращение собственника. А таких заявлений ни Виктор Пшенко, ни другие известные люди, на кого может быть оформлена недвижимость, не делали. И вряд ли это сделают в ближайшее время. Вениамин Трубачев и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Киевская область. Продолжение следует...